Хоккеисты Рубина возглавили чемпионат ВХЛ. Произошло это после двух побед в Ангарске в матчах с местным Ермаком. Хотя успех дался подопечным Михаила Звягина ценой больших усилий и чувствительных потерь. В первую очередь в оборонительных порядках команды. В первой встрече в середине третьего периода площадку покинул Евгений Петриков. Случилось это после того, как на нем грубо спалил повидавший немало видов в КХЛ форвард-хозяев Семен Кокуев. Защитник выбыл по предварительным данным на три недели. Но поквитаться за товарища тюменцы смогли в полной мере. Кокуев получил пять минут штрафа и удаление до конца игры. А Денис Давыдов перевел встречу в овертайм. Ведь гости долгое время уступали в счете 0-1. По иронии судьбы, контратаку хозяев в стартовом периоде завершился тот же Кокуев. В итоге основное и дополнительное время закончилось с двумя единицами на табло. А в серии буллитов Егор Назаров помножил на ноль все попытки Ермака. Так что для победы оказалось достаточно одного точного броска Михаила Железнова 2-1. На следующий день тюменцы вновь не досчитались фундаментального защитника. Георгий Бердюков покинул лед еще во втором периоде и участие в выездном турне уже точно принять не сможет. Тем не менее, сибиряки вновь добились успеха с тем же счетом, что и днем ранее. Однако на сей раз в основное время. Снова грозным оружием стала игра в формате 5 на 4. Лишнего на экваторе поединка реализовал Константин Фаст. Для защитника Шайба стала уже четвертой в сезоне и третьей заброшенной за тюменцев в большинстве. А под занавес второго отрезка Давыдов закрепил превосходство после того, как Шайбу в клюшку ему вложил Андрей Рычагов. Все, что удалось сделать Ермаку, сократить отставание в заключительной 20-ти минутке. Это, конечно, придало интриги и порой у владений Алексея Артамкина становилось предельно жарко, но победный счет Рубин удержал. И в хорошем настроении отправился в Красноярск на матче с «Соколом», об играх с которым мы подробно расскажем в понедельник в программе «Тюмень спортивная». Продолжение следует...